Ребят, смотрите, открыла чай, вот такой, и тут один пакетик просто вот разофигаченный, полностью разбитый. Вот такой вот пакетик попался, видите, он весь раздолбанный, и вот это вот все высыпало сюда. И вот теперь все вот это вот высыпалось, ну это пиздец вообще, конечно. Сейчас вот буду доставать, хоть как это вытряхивать, потому что вся кухня вот в этом порошке, чай Ричард. Да, у лё? Ребята, всем привет на канале Пиратская Жизнь. Крокодил не ловится, не растёт кокос, плачут, богу молятся, не жалеют слёз. Смотрите, у нас даже лимонный суп, сука, замёрз. В общем, какая-то у меня жопа сегодня творится. Открылась чай, новую пачку, вот этого, и, короче, он рассыпался. Там один пакетик был просто говнище, извините меня, разодран. И вся вот эта вот труха, которая в пакетах, а в них, извините меня, не чайные лифты, у них труха, реально, она вся рассыпалась по кухне. Это резанный чай. Это резанный чай, молотый, я бы сказала. Ну, молотый, какая-то. Прям, короче, жопа какая-то. Коркодил не ловится, не растёт кокос. Вот сейчас будем кушать. И картошка-то вчера сварилась, в общем. Какая-то депрессуха у меня. В общем, стал дыгать слова. А, грел, дырка. Вот тут, вон, яблочков разложили для красоты. Вот так вот, раз, вот, вот так вот, всё. Опускай, где ещё груша будет. Дяга. Это нам привезли с садом. Яблоки. Я солила! Вова, уберись! Мало. Я нормально солила. Мне мало. А тебе мало. Ты так-то не один ешь. Салат, я делаю себе. Всё, короче, как это бешенство у меня. У меня. Дэнь. В общем, короче, уже всю кухню успела перемыть. Дома сейчас сядь, спокойно покушаем. Нифига. Уже успела кухню помыть. С утра, пораньше. Теремь, с утра на обед. Эти и традутся, что я пищу. Вкусно? Картошка-то получилась. С мясом. Не понял пока. Не понял пока. А ты попробуй. В общем, всем в хорошее настроение. И давайте поднимать его вместе. Извините за такое начало. В общем, салат у нас огурцы, помидоры, красный лук и немножко чеснока. С вкусным пахучим маслом. Меня, кстати, спрашивали, какая марка масла. Ребята, честно, не могу сказать, какая марка. Потому что мы покупали на ярмарке. Это, как я поняла, разливное какое-то масло. Там маски нет. Какое-то разливное масло получилось. Фермерское масло. Ребятки, хорошая новость. Мы выбрали отель. Точнее, выбрала я, таки. А Вовтика добрый. В общем, отель называется Апсуана, по-моему, да? Апсуана Роза Бутик Отель. Это в Абхазии, в Гагре. Четырехзвездочный отель. Кстати, я посмотрела. На самом деле, в Гагре, новый. Да, кстати, он вообще в 16-м году, да? В 17-м уже принимал турист. Вот. Смысл в том, что я посмотрела, в Абхазии вообще нет пятизвездных. Это вообще. Даже в Сухуме нет. Там есть такой какой-то, знаешь, очень красивый, такой пафосный. Наверное, что-то не нашла ни отзывов, ни фотографий, вообще ничего. Вот. Но Сухум. Сухум это все-таки там больше такой город. Такой более... Типа как это столица. А это есть столица. Вот. Я про то, что Сухум чет не очень хочется. Вот. А в Гагре, я считаю, будет отлично. Вот. Это отель, кстати говоря, Асуана, он находится Апсуана. Вроде как переводится как роза Абхазии. Такой, кстати, интересный отельчик. Он дизайнерский, там всего 30 номеров. Я смотрела, знаете, между такими крупными отелем, как, что там, Гранд Абхазия, там что-то какой-то отель, туда-сюда. Но они очень все здоровые, вот, и уже, по сути, пошарпаны. То есть они как раз вот, как раз в 70-х годах. А это новый отель. Там, кстати говоря, этот отель идет завтраки и ужина. Он, конечно, не самый дешевый. Но разница между каким-то, знаете, таким бюджетным, который мне понравился, да, более-менее, который я бы съездила. Вот. И вот этим отелем где-то около 10 тысяч получилось за неделю. Но прикол в том, что, смотрите, здесь у нас будет еще ужина. А все остальные, они только на завтрак. Причем, судя по отзывам, еда там не хуже, чем в том же Египте. А на ужин даже вино наливает. Домашний. Угу. Ну так. 9 дней. Вот, кстати, как вы думаете? Мы еще пока не уходили покупать. Лера сказала, она вернется из Турции только на следующей неделе. Ну, в Турции? Угу. За бельвирусом поехала. Угу. И где-то в Турции? Я не знаю. Он сказал пока в Турции. И что скажет? Нормально картошку с мясом. Не бы разобралась. Кто же доел почти? Мясо мягкое. Мясо мягкое. Картошка тоже. Это значит, что это практически разошлась. Так что, так иду. А чего тут не хватает? То, что не ты готовил? Нет. А все? Не знаю. Я, кстати, знаю что. Я делала двух вариантов. Я делала мультиварки. Делала в кастрюле. Мультиварки, кстати, получается практически то же самое, что и в кастрюле. Только я сделала ошибку, как говорится. Я закинула сразу, как это все говорят. Мультиварку сразу все закидываю. К этому тушить. А по сути получается так, что я закинула картошку. Когда мясо там еще не сильно раз тушилось. Катушку сильно раз варилось. Катушку добавляю. Ну, по сути, это же как жаркое, считаете? Оно и должно быть таким мягким. Чтобы картошечка там разошлась. Зато, смотри, картошка разошлась, и она, видишь, такой бульончик, такой нежидкий. Соус. Нормально ушло. Ну, хорошо. По картошечке... О, прикиньте! Вовсик оценил. Но я туда никаких специй не добавляла особо сильно. Я только чисто перец. Красный перец вот этот, который молотый. Вот. Смесь, точнее, перцев. Смесь перцев, черный перец, соль, лаврушка и все. Я буду что-то одно добавить. Ой. Ну что, тебе остренько-то плохо, что ли? Никогда, кстати, в бутик-отеле не отдыхала. Было бы интересно попробовать. Как раз в теле, в теле висит. В бутик-отеле. Не, ну, знаете, он такой интересный. То есть, там очень много всяких дизайнерских решений сделано. Очень красиво все оформлено. То есть, каждая вот эта штучка, каждый сантиметр вообще продуман. И причем все номера, они отличаются друг от друга. Ну, просто нашла паузу. У них и на гоните есть у каждого номера. Не знаю. У меня нравится, что он маленький. Потому что там всего лишь 30 номеров. Ну. У номера двух местных. Ну, что типа. Считаешь, что человек проживает. Ну, да. Завтраки там с 8 до 10. Ужина с 18 до 20. Или что-то такое. Или с 18 до 21. Ну, что-то такое. Вот все равно, что мы поехали бы в Турцию, а вот люди. Так и тут. Удем, и можно где-нибудь пошарахаться, да? Погулять. Поужинаем, пойдем гулять. А, ну, что ж, второго отеля. Там был второй отель, по-моему, как-то Алекс что-то там туда-сюда. Он считается как санаторий. Вот, я подумала. Там, во-первых, он очень большой. На 120 номеров уже. Да, одно и подлечится. Да. Ну, блин, извините меня, лечение бесплатное. Не то, что входит там. Что ты думаешь? Там есть бассейн в этом отеле. Но прикол в том, что я подумала, что, смотри, мы же едем, уже будет прохладно. Значит, скорее всего, отель, бассейн будет уже холодный. Да и сколько раз мы купались в этом бассейне? Само спорно. Один-два раза. Плюс там только завтрак. А я считаю, завтрак и ужин. Разница между ним, 6 тысяч. Расположение надо еще какое-нибудь. Он тоже неплохо находится. Они практически все рядом. В общем, путем вычислений плюсов и минусов я выбрала какой-то. Может, кто-нибудь слышал про него? Расскажите. Потому что, на самом деле, отзывов про него мало. Отель достаточно новый. В общем, тебе понравилось, да? Вкусно, да? Кстати, знаешь, прикольно вообще делать в мультиварке, мне понравилось. Там, в чем, жарку включила. Долго-долго расходил, потом как разошлась. Фиг, остановишь. В мультиварке, хорошо, был бы, ты, закинул на мясо, жарку включила. Я включила, закинул там мясо с луком и включила жарку. 15 минут жарила. Потом уже закинула все овощи и на тушение. А тушился, ну, час практически. Ну, был бы, час. Ну, там было бы 50. По этой вот схеме, то есть, там, где-то нажимаешь там, где-то основная вода. И все. Я так и сделаю. Не надо бы это говорить. Как я делал, как я делал. Ну, по сути, вкус 1. А как тебе, как дела? У меня мясо с луком. Добавила все остальное. Водички и тушить. Подкрышку. Что ты думаешь, оттуда-то выверты делал. Обычно стандартно. Ну, это потому, что ты все сделал, получается достаточно вкусно. Анекдотка. Чего? Ехал, он ехал, да? Тусичная масса. Ты воскликнул, кельбаса. Не, да, кстати, да, кельбаса. Не, ну, на самом деле, знаете, вот, потому что картошка немножко такая разошлась, мне даже больше нравится. Потому что она вот обволокла, а получилось как это овощной такой соус. Так делать я, что, чтобы немножко было. Ешь кельбасу. А то руки не наешься. Кельбаса. Хотел себе тоже сделать чай с лимоном, а то не получилось. А почему? А потому что лимонный сок забыл. Он к стенке придавился и замешал. Я, я. Вообще. Хорошо. Ну что, у нас холодильник, снизу он не морозит, нифига. О, уже разошел что-то. Чуть-чуть. Ну, налей себе, подлей. Чуть-чуть, ну, ничего не им не наливала. Я немножко налила и старый. Там чуть-чуть оставалось на донышке. Я продлесла стила. Кстати, яблоки груши мытые. Можешь поесть. О, разошлось. Там щелет. Щелет. Щелет? Да. Не совсем продошлось. Можешь поесть. Можешь поесть молоком. Кстати, я все-таки но. Мы хотели сходить на Мулан. Но я скачала Мулан уже в хорошем качестве. Молодец. Можешь никому не ходить. Не, ну наливался, сейчас пойдем погуляем. Но на вечер у нас есть Мулан. Из дома. В ютубе даже есть. Ты всегда смотрела, а сколько кухню? Нет? 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 На счет, а сколько кухни. Короче, мы сейчас пойдем закупимся вкусняшками. Я буду смотреть сериальчики. Сериальчики, а сколько кухню и Мулан. Да. Тебе сахар дать? У меня не свастело. Хочешь сахар, да? Хочешь? Хочешь? Может, хочешь? Ну ладно, так хочешь. А мяско еще что-то погреть? Так кого же должен любить, черт? Меня. Тебя, меня, всех. Хочешь сахар? Хаха. Мулан умеет поднять настроение. Особенно, когда перед ним стоит нарезка колбаски. Он такой сифивый. Прям как ты? Прям как я. Вообще у нас семья счастливая. вот кнопки ноги пить нам не обучил вниз для нас за то где где-то был сашить 9 шестьдесят шесть тысяч девять дней из них 66000 потратил на подарок отразим все потратил а сколько отель стоил а сколько отель стоит вот он за прилетом заказал учусь учен потому что не книги первый раз едет это скидка было моему 20000 20000 ну нет ни на ты не хотел с перелетом домик это все вместе неплохо четку пил на 6 тысяч подарков какие горьбы на 6 тысяч разных у меня я принимаю если взять там кинзмараулина в глинном кувшинчике хвачкары или тройку то возможно на 6 тысяч это люди разные если он туда уже не первый год ей причем хочу с печенькой блин так мне понравилось это печенье который прислал меня хочу не сразу так распробую это тебе печенька мне ешь колбаску яблок 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 хорошо папашка киболи больше сейчас ноги нужно и стал что не плевали так выше не выросли коге Вкусная колбасата. Нормальная. Какой он смешит? На обезьян. На обезьян смешит? Да. А я думаю, ты в этот смешит телефон. Нет, в этот смешит. Да. Нашла? Нет, так-то я нашла. Просто я думаю, ты смотришь сам на себя такой, я думаю, на обезьяну смотришь. Угасит самокритичность. Ты потом поняла, что ты смотришь на это. Тоже у нас обезьянка. Веселая, обезьяну. Обезьяночка. Где написано еще? Веселая. А, да. Типа какой? Это как Марк. Угу. Торговая Марк, типа. Шимпан... Не шимпанзе, а, наверное, этот, гиббон. Как думаете, кто это? Гиббон или шимпанзе? Вот тут вот. Нет. Вот тут. Нет, с другой стороны уже. Вот тут. Вот, выше. Вот, вот, да. Кто это? Кто это? Поближе. Кто это? Все. А, подожди, подожди. Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Жим колбасу, скорей давай, давай, жим колбасу. Давай, 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 давай. Пока никто не видит. Все, колбаса закончилась. Ну, я вчера на стриме прикалывалась. Меня опять задали. А где Вова? Господи. Ну, где Вова, может быть? Не знаю. Я вчера ходила, тебя искала по всей квартире, не нашла. Угу. Да. Плохо искала. Плохо искала. А где ты прятался? Где? А ты в туалете где дела? Да. А за удочкой? Я даже по столу смотрю. А за удочкой? За удочкой? Да. Удочкой? Да? Нет? Нет. А ты был там? Я был там. А, ну, вообще. Все с тобой ясно. Вот так вот. Так что мы поедем в Абхазию. Все-таки. Ну, кажется, это 20 тысяч, наверное, это куда-то сюда. Как ты говоришь? Анапа. Опа, Анапа. Схожу я с тропа. Опа, Анапа. Кукурузовата. Помнишь? Костюшенька. Кукурузовата, да. Вот там вату и ел, наверное. Нет, ну, я там не первый раз там это скидки делал. Может быть. Я получаю, как ни крайне открывал. Как у этого Олег рассказал. Чего? Какой-то рукнёв. Постоянно ездил в это. Ну, на, блин, юг. Крым, Сочи. Как-то отдыхать. Ну, лет 5 или 10 надо. Еще. А тут взял и поехал в это. Говорят, все. Отдыхать. Блин, нафиг я ей на этот юг ездил. Говорят, больше не ногой туда. Почувствовал разницу. М-м-м. А что, блин, греется и что здесь? Надо, блин, те же деньги. М-м. Чего-то разница. Извина. Не, потому что, знаешь, я смотрела, сочи-то дороже, чем необходимо. Причем, глядя, деньги-то берут те же, а ничего ж не облименяется. Вообще абсолютно ничего на облине юге не облименяется. Деньги те же берут, куда деньги уходят. Вова, где деньги? На ты, где? Где деньги? Не, ну так-то смотри, это, я так поняла, что-то типа аниса или что-то такое. Да, ну... Ну, как их, маленькие? Антоновка. Антоновка. Антоновка, правда, большая. Ну, а все хочешь, если их не поливали. Все, все там. У меня там, насколько я помню, было три, это сорт. А, вот эти красинки, помнишь, таки как? Одни ранние. Это вот это. Нет, наоборот, это зимние. Это как звездочка или что-то такое. Вот одни были такие, знаешь, крупные такие. А, полосатые-то такие, помнишь, такие? Были вкусные-то. Нет, их. Вот, они, вдать, отошли. И груша, вот это, выдать, потому что мелко это было. А крупные, наверное, ничего не уродил. Станин, говорят, приехала трава во. Да, естественно. В рост. По всему участку. Че-то хотела? Клубнику, говорит, обрабатывала весной. А сейчас, вот видишь, сетела. Говорит, там все засохло. Малинцы засохли. Были. Если бы их не было, травма бы так не росла. Так они в прошлом году натаскали, говорят, три КАМАЗа привезли с отцом-то. Из земли. Не земли, а это, навозы. Они что-то сказали. А отец, помнишь, что, дядь Вася все брал? Куринит. Затаскали его в сад и все. Ну так. Сейчас там, конечно, некому заниматься. Жалко, конечно, все это. У меня Таня говорит, продавать, наверное, что. Нафиг на это. Пускай же сами решают. Она говорит, смотрит, а эта крыша, видать, скоро год-два, и может быть, просядет. Она говорит, немножко прогибается как-то, видно. Может, они тебе. Что-то тут случилось. Может, там завелись какие-нибудь животные. Ну, на самом деле, как эти, знаешь, под дерево подпиливают. Угу, мой путь. Муравьи. Грустно, грустно. Знаете, я, конечно, все вот это вот осознавать, что вот когда-то отец этим занимался. Ну, честно, я вот, ну, вообще в той степени тянет вообще никак. К войне не на грустную. Да. Давай не вуем на грустную. Доедай колбасу. Все, не хочу. Ты не хочешь колбасу? Нет. Фига себе. Что с тобой? Ничего. Объелся? Угу. Ладно, не вуем на грустном. Все самого хорошего. Это так, лирическое отступление. Но, тем не менее, полезно иногда вспомнить, что ты живой, что ты наслаждаешься жизнью. И спасибо сказать тем людям, которые подарили тебе жизнь. Вот так вот. Ладно. Всем спасибо большое, кто нас посмотрел. Сейчас пойдем прогуляемся. Сходим в магазин. Надо что-нибудь опять готовить. Блин, уже опять что-то готовить. Я уже устала. Я хочу куриную грудку приготовить, купить. Сделать отбивное куриное. Что ты меня так смотришь? Надо меня так смотреть. У тебя в TikTok надо? Нет, надо реально нам в TikTok. Нам с Вовой. Давай. А там, кстати, одна девчонка, прикинь, сколько у тебя. Она просто вот так вот подпевает под песню. Кивает головой под песню. У меня там дофигащих просмотров. Ничего. У тебя с твоей мимикой тоже будет много. Ну-ка, покажи людям. Да? Что, заканчивай, да? Пойдем в постель. Муж меня в постель зовет. Сажись, намекает. Ну, окажешь, да? А вот этот жест, это что такое? Это какая-то новая поза? Ладно, мои хорошие. Всех любим, всех целуем. Не обращайте внимания на наши, так сказать, эти... Ну, люди, мы все живы. Не можем мы, как роботы, быть в такой трассе, в хорошее настроение. Но, тем не менее, это живая жизнь. Живая жизнь, да. Живите жизнью. Наслаждайтесь ей. Наслаждайтесь каждой минутой. Всего вам самого хорошего. Увидимся в следующих выпусках. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Всем спасибо, всем пока. Пока.